Многие СМИ успели разразиться громкими заголовками по типу «Новый Логан провалил краш-тест Евронкап». Однако, если разобраться по существу, то вовсе не провалил, а лишь оказался заложником своей малобюджетной концепции. И вот почему. В новых тестах ассоциации Евронкап огромная роль отводится превентивной безопасности и ассистирующей электроники, а у Логана лишь система автоматического торможения, способная распознавать только автомобили. Из-за отсутствия современных ассистентов «Дача» заработала за превентивную безопасность лишь 42%, а пешеходный рейтинг – всего 41%. Как итог, только пара звезд из пяти. Но за имей машины электронных помощников звезд было бы четыре. А вот, собственно, краш-тесты франко-румынский бюджетник выдержал вполне достойно, завоевав за фронтальные удары 12,1 балла из 16. Деформация кузова оказалась умеренной, хотя передняя панель представляет опасность для коленей седоков. Кстати, важное уточнение. Под удар попал не Логан, а Дача Сандера Стэквей. Но его результаты по умолчанию распространили на родственников – седан Логан и хэтчбэк Сандера. Почти полгода назад Хонда презентовала концепт Сивика 11-го поколения. В прошлом остались эксперименты над форматом. Больше никаких попыток сделать седан похожий на однообъемник. И вообще машина стала спокойной, если не сказать солидной. А сейчас марка опубликовала единственное фото серийной версии. В целом, товарный Сивик повторяет прототип. Но дизайнеры подретушировали форму капота, а в боковые секции бампера вписали противотуманные фары. Премьера седана назначена на 28 апреля. Впрочем, в России мы этот автомобиль не увидим. Ведь Хонда уже объявила об уходе до конца 2022 года. И еще одна любопытная новость. Как выяснили наши коллеги из газеты Авторевью, российские хэтчбэки и универсалы Киа Сид пережили упрощение. Базовые версии теперь имеют заднюю полузависимую подвеску вместо прежней независимой многорычажки. Официальная причина – попытки снизить себестоимость модели. Однако со сменой модельного года все Сиды подорожали на 90 тысяч рублей. Так что теперь хэтчбэк отдают минимум за 1 миллион 400 тысяч.